Эти темы обсуждаем с израильским военным обозревателем Давидом Шарфом. Давид, здравствуйте. Добрый день. Давид, как вы оцениваете передачу Украине Мига в Польше и Словакии, а также, как считаете, сколько Украине нужно самолетов, чтобы переломить ход войны? Эта передача Украине, Словакии, Польше истребителей МиГ-29 — это важный шаг. В двух аспектах. Во-первых, самолеты МиГ-29 играют достаточно важную роль в обороноспособности Украины, решают те или иные задачи. До сих пор в течение войны украинские воздушные силы понесли серьезные потери. Это не секрет. В том числе одних МиГ-29 было потеряно. Мы сейчас по открытым источникам сайта Орекс проекта, который фиксирует попавшие на видео и с теми или иными доказательствами. Одних самолетов МиГа... То есть, когда можно говорить, что это некий минимальный параметр потерь. Так вот, одних самолетов МиГ-29 по этому проекту было потеряно, если судить, не менее 18. Поэтому передача такого рода самолетов — это восполнение потерь. Тем более, если эти машины будут иметь новые возможности, которые украинские ВВС получили относительно недавно. Я подразумеваю применение противорадарных ракет «Харм» и новых высокоточных бомб, которые американцы поставляют. А это серьезные дополнительные возможности, позволяющие наносить такие болезненные уколы российским военным. Так вот, это, конечно, важно. И второй момент — это шаг, очередной шаг, возможно, даже последний, перед решением о поставке самолетов западного производства. Самолетов и, соответственно, систем вооружений для ВВС и всего сопутствующей материальной базы для поставок уже, собственно, западных. Я бы еще отметил такой шажок в этом направлении, о котором говорили в последние дни. Двух украинских пилотов тестируют в Америке на предмет того, сколько времени необходимо тестируют на тренажерах, как минимум двух, а потом говорилось о еще каком-то количестве, вплоть до десяти. Тестируют на предмет того, сколько времени нужно им на переучивание, собственно, на западные машины. Ну, к примеру, F-16. И это тоже такой вот, это тоже такой практический шаг в данном направлении. Можно только дать этому, конечно же, высокую оценку. А что касается количества самолетов для перелома, здесь я считаю, что это не совсем правомерно поставленный вопрос. Для того, чтобы произошел перелом именно благодаря ВВС, должны быть созданы ВВС западного типа, полноценные, довольно многочисленные ВВС западного типа. Или хотя бы их ядро, которое эффективно применяется на фронте, и было бы хоть сколь значимым фактором. До создания ВВС западного типа, подчеркиваю, тут и количественное качество важно, а не просто считанное количество самолетов, на самом деле на данный момент очень далеко. И дело даже не в том, что нет политического решения о поставках, оно, возможно, будет относительно в ближайшее время. Создание такого рода ВВС полноценных для противостояния очень серьезному противнику, каковым является Россия, эффективного противостояния, это долгий многолетний затратный процесс. Я специально подчеркиваю, многолетний. Если мы говорим о ВВС, как количественно, так и качественно способных решать самые серьезные задачи, это долгий процесс, это создание различного рода компетенций. И в этом процессе, и механизме ВВС, это, в общем-то, очень сложный и многогранный механизм. Самолеты боевые в нем играют серьезную роль, однако далеко не все упирается в боевые самолеты. Например, очень важны средства разведки дальнего радиолокационного обнаружения. То есть, например, этот самолет, подобный тому, что был поврежден в Белоруссии в Мочулищах, но, конечно же, не такого уровня, а западного производства, который дает боевым самолетам огромные дополнительные возможности и, наоборот, позволяет им избегать тех или иных угроз. Наличие ВВС такого самолета – это важнейший фактор. Это средства радиоэлектронной борьбы, как индивидуальные для самих самолетов, так и групповые, так и наземные. Без них очень сложно противостоять ПВО. Это, безусловно, контроль и разведка. Это наземная инфраструктура, обслуживание, а это множество обслуживания самолетов, системы вооружения. Это множество специалистов. То есть, если мы говорим о ВВС численностью, скажем, от 60 и больше машин боевых, только боевых, это многие-многие сотни специалистов разного профиля для наземных работ. Наконец, это некие типы беспилотников, которые тоже желательны для обеспечения разведывательных данных и тому подобных, и не только разведывательных данных. К чему я веду? Все это очень долго. Все это крайне затратно финансово, ресурсно, кадрово и требует накопления тех или иных опыта и компетенций. В том числе, пример, да даже отбор пилотов, которые способны на западной технике выполнять серьезные задачи, он должен, соответственно, быть похожим на тот, который принят, скажем, в ВВС США. Это, соответственно, тоже иные практики. То есть, я имею в виду практики и обучения, и отбора изначального. Поэтому все очень долго и сложно, но поставка даже небольшого количества в результате политического решения, их освоения, я имею в виду, вот, скажем, восьми и далее самолетов, они могут быть поставлены единовременно много, потому что обучение не может быть осуществлено, я имею в виду и наземного, и воздушного персонала для огромного количества единовременно. Было бы важным фактором в случае начала их применения на фронте. Естественно, я подразумеваю, машины достаточно новые, с широким спектром возможностей систем вооружения, которые западные страны производят. Я исхожу именно из такого вот подхода. Давид, скажите, пожалуйста, Башар Асад не исключил участие сирийских добровольцев в войне России против Украины, при этом сирийские наемники уже воюют на стороне российских оккупационных войск. Сколько может позволить себе бросить на эту войну Асад без угрозы для собственного диктаторского режима? Асад, я бы очень всерьез такую угрозу не воспринимал, как настоящую серьезную. Тут есть несколько причин. Ну, во-первых, тут даже, может быть, могут без согласия Асаду. Асаду могут навязать любую волю россияне. В общем-то, на его территории могут вербовать сколько им угодно наемников. Однако есть немало «но». Начнем с того, что речь идет в массе своей об абсолютно необученных людях, даже тех, которые имеют боевой опыт в тех местах. Большая их часть – это низкий уровень боевой подготовки. Во-вторых, никакой идейной мотивации там быть не может. И близко может быть только материальная. И материальной мотивации многих не заманишь. Уровень ужасный. А в тот момент, когда они быстро поймут, что к чему, а война в Украине – это не способ легко заработать деньги и остаться живыми или невредимыми, там с мотивацией и желанием воевать будет очень плохо. Есть еще такой фактор, что для россиян использование иноязычных людей на фронте, тех, которые не имеют к этим местам ни малейшего отношения, это даже к климату непривычный. То есть, если, например, говорить о зиме, осени или даже весне, это тоже дополнительные проблемы. Я к тому, что речь идет о необученных людях, которых явно очень быстро поймут, что к чему. И как вагнеровцев, например, заключенных, когда тех гонят на убой методом кнута и пряника, этих использовать будет очень трудно. То есть, эти просто не пойдут. Они не для того едут, пока еще никто особо не едет, но если захотят, не для того едут в Украину, чтобы погибать и быть покалеченными. Поэтому, подводя итог, я могу, в худшем случае, их будет не очень значительное количество. Слабая выучка, неэффективное применение. И быстро поймут, что к чему, а заодно сообщат тем в Сирии, ну или, скажем, в Ливане, ходили слухи о вербовке палестинцев в лагерях беженцев в Ливане, сообщат, что это не то место, куда за легким заработком едешь. Ну и до сих пор, насколько я понимаю, пленных такого рода мы еще не видели. И трупов тоже опознанных, как сирийские или палестинские наемники из Ливана, не было. Это больше пока такие слухи или неподтвержденные информации. Военный эксперт, сотрудник военной академии швейцарской высшей технической школы Цюриха Маркус Койб считает, что война может закончиться к октябрю из-за того, что Россия не сможет восполнять запасы оружия. Как бы вы оценили такие прогнозы? Может, конечно, в жизни быть все, что угодно, однако у меня нет информации. Безусловно, Россия столкнулась. Давайте начнем так. Россия столкнулась с серьезными проблемами как в обеспечении боеприпасов, так и в производстве и восстановлении техники. Это несомненно. Однако оснований считать, что у нее к октябрю закончится, для этого основания должны быть или очень серьезные косвенные основания, или прямые разведданные. Естественно, прямыми разведданными я не располагаю, но оснований считать, что у нее настолько закончится важнейшее наименование боеприпасов или техники, что буквально будет нечем воевать к октябрю, на данный момент нет. Более того, есть определенные признаки того, что они производят и даже в чем-то наращивают. Например, давайте к танкам. На примере танков остановимся. Не так давно, если я не ошибаюсь, иконами опираясь на достаточно серьезные источники. Это, как правило, издание серьезное, и источники такие же. Так вот, они, например, написали, что, это известная информация, 20 танков новых в месяц в России производят, и около 50 капитально ремонтируются или модернизируются с мест хранения, а также в ближайшее время вступит в строй еще два танкоремонтных завода, которые позволят увеличить это количество медуз ремонтируемых и восстанавливаемых с 50 до 90, примерно. То есть количество танков, производимых или ремонтируемых, видимо, перейдет в 100 единиц. Это, естественно, не компенсирует потери России, нынешние темпы потерь в месяц. Однако это достаточно серьезное количество, и, например, Украина не получает танки в месяц, если мы на протяжении всей войны посмотрим, в таких количествах, как даже 70 и 100, и более 100 в месяц на регулярной основе. О том, что остановились, производство боеприпасов в России остановилось, или оно буквально мизерное, и что России не будет, скажем, 50, сотни тысяч, или более снаряда в месяц, ничего не известно. Поэтому такого рода оптимистические утверждения, я считаю, они несколько неуместны. И так исключать нельзя, что это закончится. Более того, нельзя исключать, что даже власть в России сменится, и тогда могут быть приняты те или иные политические решения. Однако вывод швейцарского аналитика выглядит для меня излишне оптимистичным или необоснованным достаточно. По крайней мере, нужна дополнительная информация, чтобы на этот счет говорить более конкретно. Издание The New York Times в своем аналитическом материале о ходе войны резюмирует, что улучшить свои позиции перед украинским контрнаступлением России не удалось. Как вы прокомментируете эту информацию? Россия, то здесь можно сказать, что все достаточно видно на картах. Российская армия пыталась с середины января наступать, и да и в общем-то в эти дни непосредственно наступает. На многих участках фронта, если так грубо говоря, от Угледара на юге и до Купенска на севере, продвижение было, если было где-то, то оно было минимальным. При этом российская армия понесла тяжелые потери на многих. Это очевидно и подтверждено. Конечно же, есть подтверждение, есть продвижение непосредственно локальное в районе Бахмута, и в первую очередь и севернее города. Угроза полу-бахмут в полуокружении, есть здесь серьезная угроза. Однако глобально, я так понимаю, что россияне ставили более серьезные задачи перед собой. Потери очень тяжелые. И это, видимо, то, что имеют в виду авторы New York Times. Однако, возможно, те или иные цели, например, хотя бы в какой-то пропорции они достигли. Что я имею в виду? То, что и украинская сторона вынуждена была в этих оборонительных боях, в том числе в Бахмуте, задействовать достаточно многочисленные резервы и ресурсы. Тоже понесла потери по понятным причинам. И, в общем-то, те или иные ресурсы были израсходованы. Однако, в целом, продвижение очень незначительное, если мы говорим о территориальных успехах. Потери велики. И это достаточно очевидный момент. Давид, спасибо большое за ваше мнение. С израильским военным обозревателем Давидом Шарпом обсудили ход развязанной России против Украины войны.